Меня зовут Муратов Алексей Валентинович, я являюсь основателем криптовалюты PRISM. У нас криптовалюта PRISM полностью децентрализованное платежное средство. Мы считаем, что сегодня это лучший инструмент в мире как платежное средство, потому что он открытый, прозрачный, дает определенную анонимность своим пользователям, если они этого захотят. И в перспективе мы надеемся, что он будет основным платежным мировым средством. Если сравнивать с существующей финансовой системой, которая основана на фиатных валютах, прежде всего на долларе США, то оно более совершено тем, что оно открытое, прозрачное. И каждый участник, пользователь этой системы видит всю эмиссию, которая производится в системе, каким образом она распределяется. То есть это более честный и прозрачный инструмент. Потому что сегодня существующая финансовая система, она закрыта от ее пользователей. Никто не знает, сколько сегодня печатается доллара в США и вбрасывается в мировую экономику. Но вот эти новые доллары США, они обесценивают старые доллары, которые находятся на руках у обычных физических лиц, у юридических лиц и в резервах центральных банков. Ведь по сути национальная валюта сегодня, в том числе Россия, она привязана к доллару США. Золотовалютные резервы 427 миллиардов, из них 47,5% это доллар США, обеспечение 40% евро, ну и немножко там остальных валют. То есть там золота нет. И Россия сегодня не может эмиссировать свою национальную валюту в неограниченном количестве. Только строгое привязок к иностранной валюте. То есть по сути у нас входит не российский рубль, а переведенный на национальный язык, на русский доллар США и другая иностранная валюта. Поэтому нас это тоже в принципе напрямую касается, когда федеральная резервная система вбрасывает в экономику новые необеспеченные деньги. Что касается электронных валют, здесь тоже ситуация непрозрачна. В любой момент вот этот центр, который производит эмиссию этих электронных монет, может вбросить внутрь платежной системы огромное количество новых единиц, как бы ну в любой момент и это тоже не контролируется. Что касается криптовалют, которые появились сейчас и развиваются, здесь тоже не все так гладко. Хоть и позиционирует все криптовалюты, в том числе биткоин, как децентрализованные инструменты, но по сути это не так. Это только иллюзия децентрализации. Да, биткоин зарождался как децентрализованный инструмент. Когда манить было легко, это делал каждый на своем домашнем компьютере, то есть по сути все сообщество, каждый участник контролировал работоспособность системы. Но по мере развития системы и вот эта гонка майнингов мощностей привела к тому, что майнить уже может далеко не каждый. Уже даже не так эффективно и выгодно этим заниматься в условиях домашних ферм. То есть мы сегодня видим, что по мере своего развития биткоин центрируется. Сегодня эта власть аккумулируется в руках нескольких десятков крупных майнинговых пулов, а завтра это будет один крупный майнинговый пул, через который будет проходить вся эмиссия новых монет. Именно этот майнинговый пул будет определять и менять правила игры. Причем менять их, возможно даже и не спрашивая сообщества пользователей. Мы считаем, что это несправедливо. Это не та концепция, которая задумывалась первоначально. Не та концепция, которая сегодня нужна обществу. Призм это единственная криптовалюта на сегодняшний день, которая по мере своего развития не центрируется, а становится еще более децентрализованным инструментом. Мы сегодня первые, кто технически реализовал вот эту идею сохранения децентрализации. Это достигнуто было за счет того, что мы отвязали эмиссию новых монет от задач по поддержанию работоспособности системы. То есть у нас новые монеты появляются абсолютно у всех участников, которые пользуются призмом в их кошельках. И для этого не нужны ни майнинговые фермы, ни расходы электроэнергии. У каждого участника появляется в режиме онлайн, в режиме постоянного начисления новые вот эти единицы. Если человек более активно продвигает систему, то у него эти единицы появляются чуть-чуть быстрее. Мы считаем, что данная концепция более справедлива. И получается такая картина, что по мере развития с генезис кошелька новые монеты распыляются на все большее и большее количество адресов по мере развития сети. И тем самым сеть становится еще более децентрализованной. То есть отдельно взятый человек может стать богаче. У него может появиться больше самих монет. Но в соотношении ко всей эмиссии выпущенных монет у него эта доля будет снижаться. То есть он никогда не сможет узурпировать власть. Поддерживать работоспособность системы, форжить, создавать блоки в призме может в принципе любая бабушка на своем домашнем компьютере. Это не сложно. То есть мы создали инструмент, который очень просто контролировать. И контролировать его сможет любой участник. И сегодня, и в дальнейшем при развитии. Здесь, наверное, нужно начать с создания международного движения. Мы с 2011 года продвигаем технологию блокчейн. И говорим о несправедливости существующей финансовой системы, о ее несовершенстве. И предлагаем технологию блокчейн как альтернативу, как основу для построения новой мировой финансовой системы, открытой и прозрачной. И создав вначале международное движение, мы активно продвигали биткоин, эфириум и другие криптовалюты по всему миру. Прежде всего в странах Азии. У нас большое количество сторонников и участников нашего движения именно в этих странах. Но последний год очень сильно показал все несовершенство существующих криптовалют, в том числе и биткоина. И одна из основных причин, один из основных минусов – это централизация по мере развития. Мы видим, что сегодня вот эта вот борьба между крупными и маленькими пулами за обновление биткоина в одну или в другую сторону показала, что простых участников уже даже никто и не спрашивает. И тенденция такая, что завтра количество этих маленьких пулов, которые принимают решения, будет сведено к минимуму. Поэтому это очень существенный минус. То есть мы жили больше 100 лет при мировой финансовой системе, которая основывалась на долларе США, с эмиссионным центром в виде Федеральной резервной системы на территории Соединенных Штатов. А можем прийти к мировой финансовой системе, которая будет основана условно на биткоине, где эмиссионный центр будет находиться на стороне Китая в виде крупной майнинговой пула. Именно оттуда будет происходить эмиссия новых монет. Именно оттуда будет нам диктоваться правила игры. Мы считаем, что это несправедливо. Это поменять шило на мыло. И мы предлагаем миру, мировому сообществу совершенно новый инструмент, совершенно новые идеи, ее технической реализации. Когда вот эта децентрализация, она и на старте, и по мере развития сохраняется. Нашими потребителями и пользователями являются абсолютно все жители планеты Земля. Независимо от национальности и вероисповедания. Я бы не назвал конкуренты, это оппоненты. Прежде всего это существующие фиатные валюты, которые являются платежными средствами. Это электронные валюты и криптовалюты. Это коллеги, которые также, я так думаю, что стараются создать новые финансовые инструменты. Ну что ж, победит сильнейший, победит лучший инструмент. И сегодня, на сегодняшний день мы считаем, что криптовалюта призма – это криптовалюта нового поколения. И она на сегодняшний день концептуально лучшая. Вообще, чтобы попасть в санкционный список США, нужно просто сегодня занимать активную жизненную позицию и любить свою родину. Что касается команды разработчиков, я пока не готов говорить и разглашать информацию о команде программистов. Скажу, что эту работу координирует Юрий Майоров, но об остальных ребятах мы расскажем чуть позже. Но, уверяю вас, это сильнейшая в мире команда. Потому что только такая сильная команда способна создавать лучшие в мире инструменты. И я это говорю без иронии и с гордостью. Потому что костяк этой команды, хотя она и международная, составляет русские ребята. В самой криптовалюте призм реализованы многие новые идеи. Это и уникальная система парамайнинг, эмиссия новых монет. Это и реферальная система, о которой я уже немножко сказал до этого. То есть, по сути, сегодня все прекрасно знают, насколько активно развивается и насколько большой рынок MLM-компании. То есть MLM-маркетинг. Создавая децентрализованный инструмент, мы долго думали, каким образом должен продвигаться по-настоящему децентрализованный проект, если он не имеет центра управления. И вот именно маркетинг продвижения MLM, он как лучше подходит вот именно для задания его реализации на математике. Криптовалюта призм это первая криптовалюта в мире, у которой на блокчейне выставлена реферальная система. То есть, если вы сегодня приводите своего друга, товарища, родственника, рассказывая ему о призме, он начинает пользоваться, вы переводите ему там первый призм на кошелек, между вашими кошельками в блокчейне прописывается связь. Эта связь сохраняется на всю жизнь, он становится вашим последователем. И его сумма баланса, который вы привели, влияет на скорость создания новых единиц параманинга на вашем кошельке. То есть, скорость создания новых единиц на кошельке зависит всего лишь от двух параметров. Это размер вашего баланса. То есть, если вы активно пользуетесь системой, значит, вы ее продвигаете, получаете вознаграждение. И сумма баланса последователей, которых вы привели. То есть, если вы активно продвигаете, значит, у вас чуть больше появляется новых монет. Мы считаем, что это честно, справедливо, и это действительно становится вознаграждением за полезную работу, а не как, допустим, у биткоина, когда, по сути, вознаграждение майнером за созданный блок осуществляется фактически за пустую работу. Сам по себе этот майнинг, ну, это работа, которую мы сосали из пальца, она не нужна для поддержания, по сути, работоспособности системы, и призм это прекрасно демонстрирует, то есть без всяких ферм, без таких расходов электроэнергии, все работает не хуже, чем в биткоине, а то и лучше. Что касается криптовалюты призм, команда сейчас работает над обновлением нот призм, чтобы дать возможность, вот сегодня призм является самым лучшим платежным средством, децентрализованным, но мы хотим дать еще и возможность выпуска токенов на призме. Это поможет проводить ICO, собирать средства для реализации тех или иных бизнес-проектов, реализации своих идей, а также создавать центральным банком, национальным центральным банком, эмиссировать свою национальную валюту на платформе призм. Если говорить в целом о международном нашем движении и о команде, то большой акцент мы сейчас делаем на то, чтобы достучаться до лидеров стран, в том числе и в России, о необходимости дальнейшего продвижения технологии блокчейн. Сегодня в России существует несколько команд в ЦБ, в Минфине, в Госдуме, в Совете Федерации, которые сейчас работают над принятием законопроекта об обороте криптовалют. Позиции разные, начиная от запрета и до полной легализации криптовалют. Наша позиция заключается в том, что сегодня запрещать криптовалюту – это абсурд. Как можно запретить снег или дождь за окном? Закон, конечно, принять можно, насколько он будет выполняться и как контролировать выполнение этого закона. Другое дело, что можно регулировать оборот криптовалют. Сегодня через работу криптобирж, через вывод с криптовалют в фиат можно определенным образом регулировать этот рынок. Но гораздо важнее сегодня, изучая технологию, направить ее в правильное русло. И вот правильным руслом мы считаем именно создание и поддержание проектов, которые по-настоящему являются децентрализованными и централизованными остаются по мере развития. Создание своей национальной криптовалюты и поддержание данных проектов. Я думаю, это путь вообще к финансовой свободе не только России, но и всех стран мира. Нам сегодня нужны не инвестиции, прежде всего, нам сегодня нужны партнеры. Партнеры в странах, за которыми стоит большое количество участников. Нам нужна максимальная численность, нам нужно максимально его призм распылить. Мы хотим пройти тот путь, который проходил биткоин 8 лет, пройти его за гораздо меньший срок. Нам это сейчас получается и уверен, что в ближайшее время мы не только догоним биткоин, но и обойдем его. Потому что, повторяюсь, технически мы более совершенны. Мне часто задают вопрос на телевидении, а не мыльный ли пузырь криптовалюта, биткоин, а не финансовый ли это пирамида, чем он обеспечен. Некоторые говорят, что он обеспечен майнинговыми мощностями, некоторые эксперты. Я говорю, послушайте, никогда не говорите об этом. Кому сегодня нужен третий айфон? Ничего сегодня так в мире не обесценивается, как вот это железо. Биткоин обеспечен тем, что это уникальная технология. Она ограничена в количестве, но на нее постоянно растет спрос. И вот когда спрос превышает предложение, соответственно, цена растет. Что мы сегодня и видим? Вот призм – это более совершенная технология. О ней мало кто знает, но это временно. Мы уверены, что цена на призм в дальнейшем будет, поверьте, не меньше, чем на биткоин, и капитализация гораздо выше. Все только начинается. Редактор субтитров А.Семкин